Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня в этот жаркий день мы решили прогуляться в прохладной тени лесопарка и рассказать вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Ты знаешь, Марина, мне кажется, нам нужно немного изменить формат нашей программы и сделать ее не просто информационно-развлекательной, но еще и познавательной. Ну, например, в каждом выпуске рассказывать что-то такое, о чем люди, может быть, когда-то знали, но уже успели забыть. Очень интересная мысль. Я, кстати, недавно думала о чудесах света. Вот все знают, что они есть, но перечислить семь чудес света вряд ли кто-то сможет. Вот ты сможешь? Так, ну, египетские пирамиды, сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии. Пожалуй, все. Это уже, надо сказать, хорошо. Еще этот маяк на острове Форос, по-моему. Да. Нет, Форос. Да? Ну, ладно. В общем, давай попробуем поспрашивать у рязанцев, может быть, они лучше, чем мы помнят. Скажите, пожалуйста, вы помните какие-нибудь из семи чудес? Семи чудес? Нет, от нас каких-то, наверное, нет, не скажу, не скажу. Да, конечно, пирамиды. Еще колосс Родосский. Ну, пожалуй, наверное, все. Кроме египетских пирамид, наверное, ничего не вспомню. Вот так и получается, что из семи чудес света максимум, что вспоминается, это пирамида Хеопса и сады Семирамиды. Напомним, что также в этот список входят храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, мавзолеи в Галикарнасе и, наконец, колосс Родосский и Александрийский маяк. Напомним, что сегодня мы можем полюбоваться только одним из семи чудес света – египетскими пирамидами. О существовании остальных мы знаем благодаря повествованиям древнегреческого историка Геродота и летописям древних греков и римлян. А я вот думаю, почему, когда у людей спрашиваешь о семи чудесах света, первым делом они всегда вспоминают именно египетские пирамиды? Может быть, объяснение в том, что цивилизация древнего Египта настолько таинственная, что подоражит умы не только ученых, но и простых людей? Скорее всего. Кстати, сегодня с некоторыми тайнами египетской цивилизации могут познакомиться и рязанцы, причем не выезжая из города. Во все времена древний Египет интересовал и притягивал внимание людей своими загадками. Множество ученых и искателей приключений пытались приподнять завесу многочисленных тайн этой древней цивилизации. Иногда у них это получалось, иногда нет. Но в любом случае даже те явления жизни древних египтян, которые уже изучены, не становятся менее интересными и притягательными. Так, сегодня у рязанцев есть возможность еще раз вспомнить все, что связано с мумификацией. В нашем городе открылась выставка «Египетские мумии. У истоков времен». Мы не ставили себе задачи как-то очень глубоко копаться в истории. Задача была такая – немножечко напомнить какие-то вехи в истории древнего Египта, рассказать о том, как и для чего, главное, египтяне придумали такой странный ритуал, как мумификация перед захоронением. Выставка приехала к нам из Санкт-Петербурга. Некоторые ее экспонаты создавались в арт-мастерских лучшими художниками и бутафорами. Другие же привезены специально из Египта. Оформление экспозиции буквально с первых минут погружает в таинственную атмосферу древнего Египта. Здесь вы постигнете секреты мумификации вместе с жрецом в маске Анубиса, увидите роскошные украшения, которые носили великие царицы несколько тысячелетий назад, и узнаете, как хоронили древних египтян в то время, когда еще не было фараонов. Вот как раз наш первый экспонат и повествует о том, в каком виде людей мумифицировали, хоронили до династический период. Естественно, бинтов никаких нет, потому что и не должно быть. Их хоронили просто в песок. Допустим, стражники наши, тоже без бинтов, рассказано о том жестоком времени в истории Египта, когда вместе с господином похоронили слуг, жен и так далее. Но потом эту меру сочли слишком радикально и заменили живых людей их фигурками у шепти. Для всех посетителей выставки предусмотрена видео-экскурсия по Египту. Кроме того, здесь вы сможете познакомиться с древнеегипетским гороскопом и найти в нем своего бога-покровителя. А некоторые, особо верующие в чудеса, могут загадать желание, кинув монетку в песок, привезенный из Луксора. Те, кто уже побывал здесь, говорят, что все загаданное сбывается. Ну а теперь наша традиционная рубрика «Извольте отведать». И сегодня мы расскажем вам все, что нужно знать о кондитерских изделиях. Ни один праздник или торжество не обходится без десерта. А иногда хочется просто так побаловать себя чем-то вкусненьким. Потом кусочек торта – это самый простой способ поднять себе настроение. Вообще изначально, да, мы для чего покупаем кондитерские изделия? Чтобы поднять настроение. Без этого нам никак не обойтись. Но также нельзя забывать, что очень много вредных, не то что веществ, а много вреда приносит, то есть особенно людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, особенно кто хочет привести фигуру в идеальные формы. Конечно, можно приготовить вкуснятину самостоятельно. Но в супермаркетах такое разнообразие выпечки, что любой, даже самый взыскательный гурман, может выбрать сладость на свой вкус. Есть изделия из песочного, из песочного теста, из бисквита, слоеные изделия, много чего. Есть выбор у нас. Кондитерские изделия делятся на два вида. Это сахаристые и мочные. К сахаристым можно отнести варенье, джемы, зефир, шоколад, леденцы. А к мочным все остальные, как пирожные, вафли, что еще сюда, печенье. Когда останавливаешься возле витрины в магазине, глаза разбегаются. Чтобы приобрести действительно вкусное и качественное изделие, нужно прежде всего посмотреть на упаковку. Состав, чтобы поменьше было добавок. Естественно, на качество, срок годности, стоимость. В принципе, внешний вид, как оно, если вкусно, аппетитно выглядит. Срок годности обязательно смотрим. Ну, в принципе, и все. Самое главное, чтобы был свежий. При покупке кондитерских изделий необходимо обращать внимание на состав, дату выработки, срок годности и на условия хранения. Если тортики привозные, то надо посмотреть на этикетку. Там указаны сроки, даты изготовления. И там указана реализация. В общем, 72 часа тортики хранятся. Это 5 суток. Может быть, трое суток. То есть надо внимательно читать. Супермаркеты предлагают покупателям продукцию собственного производства и привозные торты известных марок. Но тем, кто следит за фигурой, увлекаться сладостями все же не рекомендуется. Как основной рацион питания эти кондитерские изделия нельзя расценивать и рассматривать. То есть как дополнение к чаю все это возможно. И не зря говорит истин, да, все хорошо в меру. Поэтому если раз в неделю вы сможете съесть плитку шоколада, также мороженое, это может только пойти для пользы организму и никак не во вред. А вот зефир и мармелад – другое дело. Они относительно безопасны во время диет. Можно устроить чаепитие, например, с конфетами. Фантазия производителей безгранична. И разнообразие конфет просто поражает. Шоколадные, с орехами, с халвы. На любой вкус. Главное, советуют врачи, не очень увлекаться. Если знать меру, то кусочек торта принесет только пользу. Приятного аппетита! Ирина, мне кажется, давненько не было в нашей программе сюжетов об интересных, талантливых людях. Но сейчас мы с тобой заполним этот пробел и расскажем о творческой студии «Арснова». Студия «Арснова» была открыта в нашем городе около двух лет назад. Причем изначально свою деятельность ее преподаватели планировали направить на взрослых, решивших осуществить несбывшиеся детские мечты. Но получилось немного иначе. Сегодня здесь занимаются как дети в возрасте от пяти лет, так и взрослые. Причем направления работы студии разнообразны. Это изобразительное искусство и хореография, а также актерское мастерство, музыкальное искусство и подготовка к школе. У нас приходят и мамы вместе с детьми, занимаются и также участвуют в концертах. Вот у нас последний раз в отчетном концерте был такой номер, мама с дочкой. Играли в четыре руки на фортепиано, ансамбль фортепиано. Достаточно удачно получился хороший опыт. Несмотря на небольшой срок работы студии «Арснова», в их арсенале есть уже довольно заметные победы. Так, в апреле этого года ее воспитанники завоевали несколько высоких наград на международном детском и молодежном творческом конкурсе и фестивале «Седьмые весенние игры», который проходил в конце апреля в Венгрии. Оттуда коллектив привез четыре медали. Две золотые завоевали молодые вокалистки, а серебро досталось хореографическому ансамблю «Арсновики» и самой юной вокалистке Саше Леваковой. Ну, я чуть-чуть волновалась. Она волновалась очень сильно. Но она собралась и выступила очень хорошо у нас. Саша пришла в эту студию всего лишь полгода назад. И пришла, как говорят педагоги, с весьма посредственными данными. Но месяцы упорной работы не прошли даром. Наталья Владимировна нас очень сильно за полгода вывела на такой хороший уровень. То есть, если мы к ней приехали, и мы вообще не умели петь, то сразу на международный конкурс для нас это, конечно, было неожиданно. И мы, конечно, не рассчитывали даже, что там что-то можем занять, какое-то место призовое. Поэтому большой результат у нас за полгода. Впечатлений у участников невероятно много, но самым маленьким больше всего запомнилась их победа. Что тебе больше всего запомнилось? Как медали так давали. А вот другим девочкам больше всего запомнилось выступление и победа старших вокалисток. Каждая из них готовила для конкурса по две песни. Одну из песен Анастасия Шулико исполнила на французском языке. Музыка. 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 Я не знаю, почему именно эту. Я вообще ее готовила первоначально не для этого конкурса. Я готовила ее для фестиваля французской песни, который проходил у нас в Рязани в том году. И почему-то она у меня так глубоко засела в душу, что мне очень нравится, во-первых, эта песня. И именно нравится мне Лара Фабиан как исполнительница. И вот я выбрала, остановилась все-таки на ней. А вот Ольга для своего выступления выбрала песни на родном языке. Одна из них – «Матушка России». Святая Русь, утра и седоблаза Уйдешь обидеться, но будешь ждать Мгновения, минуты или часа Тогда ты мне вернешься, чтоб сказать С первого дня, как я только ее узнала, были очень такие, очень много эмоций, связанных с этой песней. Потому что она на самом деле иногда, наверное, как-то даже воспринимается так, что люди начинают плакать. Потому что реально, песня про Россию, и тем более, когда ее поешь, например, на международном фестивале, в другой стране уже, Ты вообще воспринимаешь это все по-другому. На такую высокую оценку девушки даже не рассчитывали, да и вообще сомневались, стоит ли участвовать в этом конкурсе. Но, тем не менее, завоевали золото. Правда, поверить в это долго не могли. Это было очень неожиданно. Очень неожиданно, и поэтому я даже не могу это описать. У меня, наверное, был какой-то шок, я просто молча вышла, выбежала на сцену, получив золото. Я реально была очень рада. И когда я приехала уже сюда, то есть это осознание ко мне пришло в полной мере. Потому что, когда ты участвуешь в фестивале, все это как-то проходит очень быстро, и тебе не верится. То есть вроде как проходит, проходит, проходит один день, второй день. А когда уже приезжаешь сюда, то есть ты начинаешь осознавать весь уровень, все, что ты прошел до этого, весь конкурс, то здесь уже пришло создание этого. Сегодня коллектив творческой студии «Арсноу» выступает на многих праздниках города и готовится к будущим конкурсам и фестивалям. Главный девиз ее коллектива – получай удовольствие от того, что делаешь. Наверное, именно такой подход и помогает воспитанникам добиваться успеха. Ну что ж, а на этом наша прогулка по лесопарку подходит к концу. А вместе с тем заканчивается наша программа. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Эксклюзивно! Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость и ледивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева. Торговый центр «Кристалл». Второй этаж. Телефон 992692. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова